Далее новости спорта. В студии Дмитрий Вороновин. Физкульт. Привет. В шведском Эстерсунде завершился чемпионат мира по биатлону. В копилке сборной России два серебра. Александр Логин был вторым в спринте. Екатерина Юрлова в масс-старте. Еще одну медаль бронзовую завоевал мужской эстафетный квартет. Женский, в составе которого выступала и наша землячка Ульяна Кайшева. Финишировал в эстафете пятым. А в Ижевске тем временем проходит чемпионат и восьмой этап Кубка России по биатлону. В программе неолимпийские дисциплины, которые пока нельзя увидеть на международных стартах. Однако это не менее интересные виды, чем те, что мы видим на этапах Кубка мира. В этом и убедился Илья Вихарев. Поклонники биатлона в эти дни не отрываются от экранов телевизоров. Это неудивительно. В Эстерсунде чемпионат мира, но в Ижевске свои старты неолимпийская программа. И сейчас мужчины разыгрывают медали в суперспринте. Суперспринт состоит из двух гонок. Первая – квалификация, по итогам которой 30 лучших выходит в финал. По сути, вторая часть – это масс-старт. Четыре огневых рубежа, два лёжа, два стоя. Длина дистанции 3,6 километра у женщин, 4 километра у мужчин. Каждому даётся один дополнительный патрон. Если и им не закрыл мишень, вперёд на штрафные круги. В мужской гонке лидерство захватил представитель Удмуртии Виктор Плицев. Уверенно шёл впереди до четвёртого рубежа, а вот на последнем дрогнул и отправился на штрафную карусель. Первым на заключительный круг бежал Антон Свотин. Из Пскова следом за ним к радости болельщиков вырвался ещё один наш земляк – Дмитрий Шамаев. На финише Дмитрий уступил Антону Свотину всего 0,6 секунды. Круг маленький, лёгкий, и где-то по дистанции никто ни у кого особо не отыгрывает. Поэтому у меня сегодня получилось стрельнуть хорошо. Я доволен. Настроение отличное и от гонки, и от победы, признался триумфатор суперспринта. Суперспринт – весёлая гонка, очень весёлая. Поэтому мы ходили, получали хорошие эмоции, бороться просто до конца. Всё сложилось. Я победил. Олимпийский чемпион Алексей Волков по итогам квалификации стал вторым, в финале четвёртым, проиграв в борьбе за бронзу Алексею Петрову из Уфы полторы секунды. Суперспринт вполне заслуживает программы международных стартов. Гонка очень интересная, отметил биатлонист. Вообще такие гонки можно сейчас на Кубках мира пробовать хотя бы где-то один раз в сезон. Чтобы они были как и для зрителей, так и просто подстёгивали интерес спортсменов. В женском суперспринте победу праздновала Анастасия Евсюнина из Новосибирска. Гонка понравилась. Когда четыре нуля стреляешь, тогда можно идти и бороться, конечно. Серебро выиграла Тамара Воронина из Екатеринбурга. Бронзу представительница Ханты-Мансийска Людмила Улыбина. Завтра чемпионат России в Ижевске завершится мега-масс-стартом. И в продолжении темы зимних видов спорта. В Тюмени завершился розыгрыш наград спартакиады учащихся России. В заключительном виде программы эстафете наш мужской квартет в составе Александра Зубкова, Александра Ившина, Якова Русских и Алексея Локтионова завоевал серебряные медали. В командном зачёте сборная Удмуртии стала второй, пропустив вперёд себя лишь команду Москвы. А теперь об игровых видах спорта. Баскетболисты ижевского клуба «Купол Родники» завершили регулярный чемпионат Российской Суперлиги-1 на мажорной ноте. На своём паркете они обыграли команду «Университет Югра» и заняли в турнирной таблице 13-е место. Но сезон ещё не завершён. Продолжение темы мы узнаем из нашего сюжета. Последний матч регулярного чемпионата. Встречались команды, потерявшие все шансы на выход в плей-офф. И если и шевчане к такому раскладу были готовы, то для югорцев не попадание в заветную восьмёрку стало большой трагедией. Никто не ожидал, что так сыграем в Сургут. Мы сами такого не ожидали. Плохой результат, но продолжаем бороться. Максим Кирьянов ещё в прошлом сезоне выступал за «Купол Родники». Говорит, перемены в ижевском клубе налицо. С первых минут встречи сложилось впечатление, что все свои силы югорцы оставили в предыдущем матче с ПБК МБА, где для них, собственно, и решилась судьба попадания в плей-офф. Максим это подтвердил. У нас слегка тяжёлая ситуация после обидного проигрыша. И вообще сезон не удался для команды в общем смысле. И на этом фоне не очень хорошо играется и тяжело какой-то сверх настроя обрести. Его экс-коллеги баскетболисты «Купола» напротив поймали кураж после победы над «Уралом» в прошлом туре и были готовы всё сметать на своём пути. Особенно мотивирован был Алексей Карпека, который в этом матче набрал 29 очков, опередив по результативности легионера гостей Халиля Дюкса. И только последняя 10-минутка заставила всех понервничать. Тот самый Халиль Дюкс стал злым гением этого игрового отрезка. Он подарил студентам надежду на то, что ещё возможно переломить исход этого поединка. Но у ижевских игроков были свои планы. Андрей Кузёмкин, Антон Бревнов и Алексей Карпека вновь вернули комфортную разницу в счёте. В итоге матч завершился со счётом 96-84 в пользу «Купола Родников». Впереди турнир «Плей-аут» за места с 9-го по 15-е. Стартует он 25-го марта. Далее футбольные вести. Игроки ижевского «Зенита» провели третий контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Абрау-Дюрсо. Соперником нашей команды был клуб «Динамо» из Брянска. Эта встреча завершилась победой «Живчан» со счётом 2-0. Голы забили Антон Крючков и Александр Патрикеев. 23 марта «Зенит» сыграет с подмосковным «Сатурном». А сейчас приятная весть из Нидерландов с чемпионата мира по велоспорту на треке. Наш земляк Сергей Пудов, выступающий там в составе сборной России, завоевал бронзовую медаль в скретче. Мы его поздравляем. И это все новости спорта на сегодня. Болейте только на спортивных аренах. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова